Идея в том, чтобы объединить наш народ, чтобы все общались на своем родном языке. Каждый попытаться в своих возможностях развивать именно наш стиль, наше искусство, наша идентичность. Везде обо всем показывать себя, в плане рассказывать это другим, изучать свою историю глубоко, ходить по нашим музеям, почаще детей вывозить по нашим архитектурам, показывать, как предки наши жили. Когда большинство думает одинаково, это и есть, наверное, идея. И если миссия и идея времени нашей молодости была просто переехать в Крым, то я думаю, что сейчас есть несколько таких акцентов национальной идеи, одна из которых – это создавать как можно больше крепких семей, рожать в них не менее 4-4 детей. То есть, если мы переезжали, то нынешнее поколение должно восполнять количество людей, количество наших детей. Это опираться о веру свою, это пытаться разговаривать на своем языке, даже если это трудно в семье, и никуда не уезжать из Крыма. Идея, она не изменяется для нас, крымских татар. Это сегодня создание своей государственности. Статус и объем, и также формы этой государственности могут варьироваться, исходя из сегодняшних реалий других. Но, несомненно, крымтатарская государность – это и есть национальная идея. Я думаю, что сегодняшняя национальная идея, в самом большом смысле этого слова – это жить в Крыму. Национальная идея крымских татар должна заключаться в самоидентификации народа, которая зиждется на развитии языка, культуры, традиций, и не в каком-то местечковом плане, а в государственном плане, в государственных масштабах. Национальная идея крымских татар заключается в том, чтобы народ возродился на своей родине, чтобы народ свою государственность имел, и чтобы народ развивался. Так как я работаю с детским журналом, я вижу, в каком состоянии наши дети, наш язык. Я так думаю, что, наверное, сейчас это очень важно – сохранить язык. Сохранить и сделать так, чтобы он был модным, и дети начали разговаривать, и чтобы дети были уже носителями нашего родного языка. Национальная идея крымских татар, я думаю, за последние десятки лет не изменилась. Помимо возвращения, возвращение продолжается, пусть не теми темпами, как это было в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, оно продолжается. И, конечно же, это возрождение на родной земле, ну, как такой, наверное, кульминацией этого возрождения, должно стать возобновление нашей государственности. Я думаю, это та идея, которая объединяет вокруг себя всех, независимо от каких-то политических оценок, предпочтений на сегодня. И это та идея, которая требует реализации, требует, ну, нашего некого даже эмоционального выхода. Я считаю, что у крымских татар, как у коренного народа Крыма, должна быть своя, элементы своей государственности. Конкретно то, что сейчас, почему нам надо быстро двигаться, это все-таки к своей национальной автономии. У нас есть история, доказанная, мы должны жить здесь и иметь все права, как коренной народ. И Крым должен быть национальной автономией крымских татар. Мы должны быть образованными, стремиться к образованию. Мы должны жить в достатке, для этого нам нужно трудиться. Трудиться очень много, постоянно созидать. Только мы, как коренной народ, который знает, который пропитан всей этой землей, прекрасно знает, как здесь можно жить, как работать, как возделывать землю, как взращивать урожай и делать Крым таким, каким он должен быть. Прекрасно. Только мы его можем так любить. Это только крымские татары.